Скажите, пожалуйста, что писать сюда? Двойку. Двойку, конечно. Более того, подряд, очевидно, надо писать только двойку. Что писать сюда? Тоже двойки. Следующая лента будет из пятерок. Ребята, если так на бесконечность, то ясно, что сюда писать пятерку. Пятерку. Потом шестерки. Шестерки. Здесь произведение 25. Значит, 13. Хорошо. 169. Надо еще прибавить единицу и разделить на 5. Ну, 170, конечно, на 5 разделились. 20. Но это уже вызывает какие-то подозрения. Потому что могло бы и не разделиться вообще. Это нам повезло. Хорошо. Теперь 34 на 2 умножить на 24. Прибавить к этому единицу и разделить на 13. Если не разделиться, то все пропало. Разделиться. Сколько будет? 45. А потом 233. А потом 233. Замечательно. И что же это за числа? 1, 2, 5, 13, 34, 89, 233. Что это за числа? Фибоначчи. Что что? Числа Фибоначчи через 1. Молодец. Это числа Фибоначчи через 1. Давайте вспомним, как выглядит на самом деле последовательность чисел Фибоначчи. Вы видите, я специально распишу немножко мельче, чтобы вы все понимали, что действительно 233, 377, 610. Значит, там следующий пуском будет 610. Потом будет, сколько там? 987. А? 987. Прямо же я начну написать. Ну, если вы будете. Если вы сейчас докажете, что для чисел Фибоначчи с нечетными номерами, а замерите, пожалуйста, это действительно число Фибоначчи с нечетными номерами. Верно. Вот такое вот замечательное равенство. Кстати, давайте формулу не запишем. Что такое 34, что такое 13 и 89? 34 это некоторое число. 13 это предыдущее. 89 последующее. Значит, если я беру число Фибоначчи с нечетным номером 2n плюс 1, возвожу в квадрат, прибавляя единицу, то это будет число Фибоначчи с номером 2n минус 1, умноженное на число Фибоначчи с номером 2n плюс 3. Ну, это число тоже, оно действительно первое за число Фибоначчи с номером 2n минус 1, осталось доказывать его. В качестве Фибоначчи с номером 2n минус 1, конечно, это типичная задача Фибоначчи с номером 2n минус 1, абсолютно типичная, ничего сложного у меня нет. Ну, ладно, мы проверяем. Нет, значит, вы правы, формально говоря, что, конечно, не бывает, но это как раз вот то, что 2 минус 1, умноженное на число Фибоначчи с номером 2n минус 1, конечно. Теперь интересно, как вы будете переходы проверять. Вы докажем для n правила n плюс 11. Ну, n никогда не бывает, равно n плюс 11. Ну, я понимаю, то есть, для следующих числа. Единственный вопрос, а как вы эти числа сберете? Речь идет о числа Фибоначчи с номером 2n плюс 1, правильно? Дальше 2n плюс 1, 2n плюс 3. Ну, и на самом деле, когда вы нишку прибавите, будет еще и 2n плюс 5. У вас нет? Замечательно. Теперь смотрите, какие два великих слова. Дано и надо. Все знают, чем отличаются слова «дану» от «мады»? На одну букву. Нет. Порядком слога. Порядком, да. Надо всего лишь две буквы принять, да? n и 2. Вот, итак, что нам надо? Фи с номером 2n плюс 3 в квадрате плюс 1. И это есть Фи с номером 2n плюс 1 умножить на Фи с номером 2n плюс 1. Согласны? А теперь объясняем. Когда у вас такая уделение по значимому фанатчику, можно сделать простую вещь. Друзья, это обозначено вот это число, например, А. Вот это число обозначено В. Заметьте, я могу сказать, более-менее в циатре. Ну, для семеточного симпатичного. И после этого, вот что здесь должно быть, чтобы сумма их равняла В? В минус А. В минус А. Вот какое здесь должно быть число, чтобы в сумме с А получили В? Чтобы уполна сюда такая задача. В сумме с А дает В минус А. В минус 2. В минус 2, конечно. В минус 2. Так, а теперь смотрите. Что-то в сумме с этим числом дает 2. Что здесь должно стоять? 2 минус 2. Нет? 3а минус 2. 3а минус 2, конечно. 3а минус 2. Так, вы здесь вот уже написали. Отлично. Осталось 2 числа. Но это как-то проще. И сумма этих. И, наконец, очень хорошо. А теперь О-гравец. И то, которое дано, и то, которое надо, перетишите через А и В. Сначала дано. Напишем дано. А квадрат плюс 1 равняется. Пишемся. А квадрат плюс 1 это 3а минус 2. А квадрат плюс 1 равно 3а минус 2а минус 2а квадрат. И b квадрат плюс 1 равно 3а b минус а квадрата. А переходим в а, а переходим в а. Понятно. Ну все, то есть действительно все получилось. Оба равенства равносильны следующей штукой. А квадрат плюс b квадрат плюс 1 равняется числу 3а. Между прочим, господа, скажите, пожалуйста, кто из вас узнает эту замечательную запись? a квадрат плюс b квадрат плюс 1 в квадрате. Это 3а, а у нужна тоже равняется. Квадрат всегда знаменитое уравнение Маркера. Оказывается, что у него бесконечно много решений на разных числах. Ну, собственно говоря, сейчас мы показали, да? Но уравнение Маркера – это не обязательность единицей, а это вот как сумма квадратов трех натуральных чисел равна их утроенному произведению. На самом деле у меня здесь целая лекция была в свое время на самом уравнении Маркера, и она выложена, так что кто хочет, пожалуйста, можно посмотреть. Это очень красивая тема. Продолжение следует...